Здравствуйте! Патриарх Кирилл поздравил инославных. А как же символ веры? Пасхальные поздравления патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам иностранных церквей, вернее инославных. В частности, в числе адресатов посланий Верховный Патриарха Католикс Всехармян Горигин II, Католикс Киликийский Арам I, Католикс Востока Митрополит Маланкарский Василий Марф, Амам Матвей III, Католикс Патриарха Сирийской Церкви Востока Мар Ава III, Патриарх Мороницкий Бешара Бутрос, Кардинал Аррай. А что, так можно было? Действительно, ряд древнейших церквей отмечают Пасху вместе с иудейским Песохом, что как-то противоречит евангельской истории. Христос, кто был схвачен во время празднования Песоха, осужден казнен и воскрес на третий день, то есть где-то через неделю после начала празднования. Именно воскресение Христова и отмечает вся христианская общественность. Откуда воскресение, день недели? Не перепутаешь. А можно, оказывается, поздравить и с понедельником. Воскресение на третий день – это один из основополагающих догматов церкви, пятый пункт никейского символа веры, принятого в православии. А вдруг патриарх Кирилл, поздравляя на славных с праздником Песох, по сути, ставит под сомнение всю библейскую историю? Выходит, можно и так? А кого тогда распяли? Кто воскрес? И во что верят те, кого Кирилл поздравляет? Или все это давно не важно, кто там кого распял и когда? Мы-то как раз поздравляем. И иудеев, и древние церкви нам можно. Мы не первосвященники, слава Богу. Зеленский и Путин. Кто кого пересидит? Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что страна не может отдать свои территории России, готова сражаться за них хоть 10 лет. Как я понимаю, переговоры закончились. Зеленский готов сражаться хоть 10 лет. Все 10 лет он останется президентом. Во время войны выборов не проводят. Руководить воюющей страной, суть по всему, не лишено некоторой приятности. Сам Зеленский выкладывает съемку из кабинета Верховного Главнокомандующего. Огромный стол, на котором далеко, дальше длины руки, находится стопочка каких-то папочек. Остальное пусто. Процует. Ни тебе карт наступления охватов противника, ни писем и отчетов, ничего. Стакана с чаем. Итого нет. И что самое удивительное, ни малейшего следа компьютерной техники. Путин, как известно, интернетом особо не пользуется. Получает информацию из папочек, сидит в бункере. А Зеленский тоже в бункере. Тоже все из папочки. Кирует. И по молодости лет Путина, скорее всего, пересидит. А что об этом думает народ Украины? Народу тоже хоть 10 лет? Кстати, если Путин объявит войну Украине, или она ему, то проблема 2024 года решается автоматически, сама собой. И мне кажется, что удар по бункеру Зеленского не будет нанесен никогда. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов в юго и центральной части России продлен до 25 апреля. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Это сообщает Росавиация. До 25 апреля 2022 года в 3 часа 45 минут по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москве. Это говорит в сообщении. А что сразу не на 10 лет? Ну или хотя бы до 2025 года? ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам. Банк России возобновил возможность для финно-организаций продавать наличную валюту гражданам. Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличку, но только ту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля. Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров, так что с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты. Ну, теперь не иначе, доллар рванет. Важно в какую сторону. Крупнейший оператор связи станет старьевщиком. Российская компания Мегафон планирует начать продажу поддержанных и восстановленных смартфонов. Предполагается, что россияне смогут приобрести гаджеты, уже побывавшие в пользовании, на сайте Мегафона. Еще в конце апреля оператор намерен запустить возможность покупки БУ-техники у соотечественников. Ожидается, что в рамках первого этапа данная услуга по продаже девайсов начнет действовать в Москве и Подмосковье. Мегафон станет осуществлять в себя приемоценку и выдачу устройств. Ну, а что? Ногут не продают. Наверное, теперь дипломаты и другие выездные граждане будут возить смартфоны чемоданами. Германия от газа не откажется. Министр экономики, вице-кантлер Германии Роберт Хаббек выступил против добычи сланцевого газа в стране. По его мнению, это было бы не только дорого и трудоемко, но поставило бы под угрозу окружающую среду, пишет Франкфуртер Альгемайне. Газета отмечает, что несмотря на усилия Берлина по быстрому достижению энергетической независимости от России, Хаббек по-прежнему отвергает осуществление фрейкинга в Германии. Фрейкинг – метод гидравлического разрыва пласта для интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. Хаббек – политик из партии «зеленых». Раскритиковал этот метод, заявил, что немедленная эмбарго на поставку газа поставила бы под угрозу социальный порядок в Германии. На северогерманской равнине мы сидим на большом количестве газа, доступ к которому можно получить ток с помощью фрейкинга. Так что нам пришлось бы разрушать глубокие слои горных пород и с большим давлением и химическими веществами, чтобы добывать газ. Это подчеркнул Хаббек. По его словам, такой проект было бы сложно осуществить из-за водоохранного законодательства, а также фрейкинг может иметь негативные последствия для окружающей среды. Хаббек заявил, что потребовались бы годы, чтобы привлечь финансирование на такой проект и утвердить его законодательно. По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, который потребляет ЕС. Королева Елизавета пропустила Пасху. Об этом в топах всех российских медиаконцентраторов. Ну да, в этом году Елизавета Вторая впервые за много лет не присутствовала на пасхальном богослужении, которое давно стало обязательным для всех членов королевской семьи. Это вызвало еще большие слухи об ухудшении ее здоровья, которое и без того в последнее время внушало опасения. 21 апреля британской королеве исполнится 96 лет. Ее родственники пока не анонсировали каких-то торжеств по этому случаю. Ну, не по этому случаю, так по-другому. Но меня всегда поражало усиленное внимание, которое в России привлекает британская королевская семья. Все наизусть помнят принцев, принцесс, их детей, даже собачек. Вот королева не пошла в церковь. События. И ведь никто даже не переспросит, какая королева. В одной в Европе, между прочим, королев с десяток. Сенатор Пушков не оценил абстракциста Кулика. Пародию на родину мать Евгения Ивучевича решили показать москвичам организаторы выставки «Арт Москва» в гостином дворе. Организатор – это компания «Экспо-парк» и ее директор Василий Бычков. В прошлом – директор ЦДХ на Крымском валу. Последний раз «Арт Москва» была в 2014-м. В 2022-м Бычков реанимировал проект, похоже, в этот раз точно последний раз. Олег Кулик решил создать собственную интерпретацию знаменитой скульптуры «Родина-мать». Кулик представил героический образ в весьма, конечно, неприглядном виде. Большая мать получилась обнаженной, нарочито обрюзгшей дамой, перетянутой веревкой. Хотя, сколько лет прошло. Сенатор Алексей Пушков – культурный человек, который ходит на «Арт Москву», насчел увиденное мерзостью. Полагаю, всеиздевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за «Родину-мать», должен получить официальную оценку, конец цитаты. Ну, как будто «Родину» и «Мать» выбирают, уж какая есть. Ну, какой ее увидел художник. Еду я на «Родину», пусть кричат у «Родина», а она нам нравится. Это Шевчук, который в своем и представился Путину. Юра – музыкант. Тоже, наверное, запретят Юру. В последний раз официальные оценки работам неформальных художников выдавались вроде бы еще после бульдозерной выставки. Официальная оценка Никиты Сергеевича Хрущева звучала так. Абстракцисты и эти самые. В общем, ждем торжества большого стиля в исполнении очень мелких художников. Абстракцисты – все.